Приветствую, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня пятница, 21 октября, последний день рабочей недели. И сегодня я представляю вам краткий обзор того, как отработал рынок эту неделю. Я ничего не меняла, вот как проводила в понедельник, трендовые линии, каналы, рисовала. И вот давайте посмотрим, как это все отработало, как рынок отработал. На экране у нас пара евро-доллар. Это график четырехчасовые свечи. Вот посмотрите, как началась неделя. Вот здесь началась неделя, вот мы пошли, вот линии, которые я рисовала. Но сначала уменьшу, чтобы вы видели, что получилось. Или даже можно на дне, когда вот такой вот канал получился. Вот давайте на четырехчасовке переключимся. И вот посмотрите, как мы начали. Пошли вверх, ну практически немножечко не дошли. Но если по мувингам работать, видите, тютелька в тютельку их отработала. И если переключить на других таймфреймах, то же самое видно. Потом пошли вниз и вот так вот, не касаясь вот этой вот линии, мы все вниз, вниз, вниз. Вот пока не пришли. Уже сегодня получается и не протестировали ее. Вот пробили и сейчас уже находимся ниже. Так что не знаю сегодня, насколько уже мы вниз пойдем. Сейчас посмотрим, какие у нас цели. Я повторюсь, я говорила, что по евро-доллару на всех таймфреймах уже все цели остались вверху, вниз, свободное падение. Вот оно. И если мы переключимся вот на неделях, видите, неделю мы, ой, вернее, на месяцах мы оттолкнулись от разворотной линии месяца и пошли вниз. Давайте посмотрим, что нас ждет сегодня. Какие ожидания у нас на сегодня. Вчера, конечно, вот были. Я, честно, не знаю, не смотрела. Может быть, и были какие-то вчера новости. Я вчера не работала. У меня были другие дела. Вот, видите, как мы пришли к этой линии. Мы ее тестируем сейчас. Ну, пробились немножко ниже. Посмотрим, пробьемся ниже или вернемся, откатим назад вверх до другой вот линии и до разворотной линии дня. Ну, а пока что мы идем вниз. Находимся ниже волшебного индикатора. Это на пятнашках. Если переключимся на минутках, тоже пока что ниже. То есть пока мы идем вниз. Как только мы доберемся до... Давайте посмотрим, какой здесь уровень, какая здесь цель у нас. До 1.091.30. Ну, возможно, 1.091.90. Вот так вот потихонечку. Ну, еще даже, возможно, ниже. То возможен разворот вверх. Но пока мы находимся ниже волшебного индикатора. А он, повторюсь, что он идет за ценой, смещается. То есть пока мы идем вниз. Для того, чтобы развернуться наверх, нужно вернуться к нему, откатить вот сюда, да, где-то в этом уровне. На этом уровне 1.091.95. Вот откатить сюда. Вернуться опять, отработать, может быть, до этой линии. До 1.89.66. Потом опять идти вверх, пробить, закрепиться выше 0.90.95. Ну, и тогда уже, возможно, разворота пока, что мы идем вниз. Вот такие ожидания по паре евро-доллар. И так вот отработала на этой неделе канал. Итак, на очереди следующая пара у нас пара доллар-франк. Ну, давайте переключимся на четырехчасовые свечи. Посмотрите, что сделала пара доллар-франк. Но она вообще отработала. Вот вчера вернулась и обозначила разворотную линию недели. Желтенькая это у нас разворотная линия недели. Давайте я увеличу. Вот это четырехчасовые свечи, видите, как мы пошли. Вот как-то в одном диапазоне держались практически. Ну, флэт, вот, видите. Даже со следующей недели было такое немножко выраженное движение вверх. И потом достаточно вот долго мы во флэте. Потом вчера вот что сделали. Кинули, отработали разворотную линию недельно. И пошли вверх. Так, повторюсь, да, тренд был восходящим вверх. Следующая цель вверху 0999.92. Ну, вот это первоначальная цель. Дальше. Вот, следующая цель. Это где-то, давайте посмотрим. Это где-то 1.00497. Ну, даже, возможно, выше. Ну, а пока вот такой прогноз. То есть мы двигаемся сюда на 0999.96. Ну, пробьемся, закрепимся, значит, пойдем выше. Вот, это относительно пары доллар-франк. Ну, давайте еще для подтверждения переключимся на минутки. Посмотрим на пятнаш, как мы находимся выше волшебного индикатора. Ведь вчера протестировали, кинули свечку, вернулись назад, закрепились выше. Но на минутках мы тоже находимся выше волшебного индикатора пока что. Хотя у меня такое ощущение, что мы можем еще раз вот сюда откатить. Сейчас хоть мы идем вверх, но возможно, возможно, сюда откат возможен до уровня, сейчас скажу, 0992.50. Вот мы можем сюда откатить, но пока что мы находимся выше волшебного индикатора. Все зависит от того, закрепимся мы выше его или все-таки пробьемся. Если выше, то значит, продолжим движение вверх, как я и говорила. Но он находится где-то на уровне 0993.96. Ну, где-то так и будет. Приблизительно 0994.20 возможно. 0994. Вот где-то в этом диапазоне возможен. Вот пока что. Смотрите сейчас. Все зависит от того, закрепиться выше этого уровня. 994.15 где-то. Значит, будет продолжать движение вверх. Ниже, возможно, пойдет вниз, как я и говорила, отработать еще раз вот этот уровень. Вот этот 0992.50. Вот такие ожидания по этой паре. Следующая пара у нас фунт-доллар. Как отработала пара фунт-доллар? Давайте переключимся на... Для начала на дневной таймфрейм и показать, что я вам показывала, что у нас нарисовалось. Вот видите, мы оттолкнулись ровно от этой линии и пошли вверх. А здесь я вам тоже забыла сказать, когда лайфхак... Когда с лайфхаком делилась, что если что-то не понимаете, вот он у вас прямо вырисовался канал. Возьмите и просто разделите его еще раз на половину. И вот посмотрите. Видите, что сделано? Точь в точку. Мы дошли до середины канала. Вот этого, который мы нарисовали. Трендовые линии. Вот теперь давайте переключимся на H4. Тоже посмотрим. Видите, как отработали. Вот сначала на открытии пошли вниз. Практически протестировали. Даже немножко не дошли. Я вам говорила, показывала, что когда немножко не доходит... Смотрим на младший таймфрейм и видим, что оно немножко... Потому что на старших оно показывает, что мы практически коснулись. Начинаем чем младше таймфрейм, тем, значит, четче видно, что мы не коснулись. Это вот четырехчасовые свечи. А если мы посмотрим на пятнашки, вот тоже видно, что мы не коснулись. Это предпосылки того, что мы все-таки пойдем вверх. Да? Ну, то есть в направлении от... Если не коснулось, то от этой трендовой линии. И вот посмотрите, что мы сделали. Мы пошли отсюда, пришли, как бы протестировали, но не дошли. И пошли дальше вверх. И тоже не дошли до серединки канала. Это что означает? Означает опять-таки, что мы не дошли и пойдем дальше, назад, вниз откатим. И вот сейчас мы откатили вниз. И вот здесь находится... Сегодня находится и разворотная линия дня, и разворотная линия недели. И желтенькая, вот они слились прям практически в одну. Вот это вот видите, как отработал. То есть прекрасно отрабатывает вот эти трендовые линии, которые я дала как лайфхак. Смотрите, пользуйтесь, потому что реально на них можно заработать. Мне они как бы не нужны. Это я для вас, я вам показываю. И давайте переключимся, посмотрим, что сегодня, какое движение нас ожидает, возможно. Видите, сейчас мы тестируем это пятнашки, 15-минутный таймфрейм. Мы тестируем волшебный индикатор. И видите, находимся между волшебным индикатором и разворотной линией, и недельной, и дневной сегодняшней. То есть видите, вот с открытия, как пошло, и вот находимся здесь, в этом таком узком диапазончике. И давайте посмотрим минутки. Минутки, видите, тоже мы достигли волшебного индикатора. И тестируем его туда-сюда, туда-сюда. То есть сузились. Пока ничего не могу сказать. Наблюдайте, вот уровень есть. Все-таки на пятнашках. Ну, приблизительно это 1,223,47. Вот все-таки закрепимся, пробьемся выше. Ну, по правилам, вот должны пробиться выше скопления, даже чтобы быть более уверены, что мы пойдем вверх. Вот, выше скопления. А это где-то на уровне 1,227,25. Где-то вот здесь выше скопления. Пробьемся, откатим до скопления, значит, и закрепимся. Значит, пойдем дальше вверх, а дальше вверх. Вот цель вверху. Это 1,234,31. Ну, и следующее, возможно, вот еще выше. 1,236,75. Где-то вот так вот. Но все зависит от того, ну, пробьемся мы и закрепимся выше. То есть, даже, возможно, можно считать уже за пробой и закрепление. Вот разворотная линия недели, она находится на уровне 1,225,76. Вот пробьемся выше, закрепимся, значит, можно становиться вверх. Пока что мы находимся ниже, и пока вот здесь непонятно. Пока находимся ниже, все при подсылке, что пойдем еще раз отработать вот нижнюю цель. Нижняя цель это 1,217,16. Ну, это вот вполне вероятен такое развитие событий на сегодня, такое движение цены. И на очереди у нас пара. Доллар-иена. Извините, у нас, у меня тут за стенкой сверлят. Поэтому, если слышен шум, так мы уже живем долгое время. В процессе там нескольких месяцев все время сверлят. Все время что-то... Ну, не будем на это отвлекаться. Давайте так. Пара доллар-иена. Вот канал, который я нарисовала по паре доллар-иена. Это дневной график. И вот, посмотрите. Видите, приблизительно четко вот отработало. И давайте переключимся. Я повторюсь еще раз. Если видно что-то непонятно для своего еще более полного понимания, делим, делим напополам. Вот канал, который нарисовался. Мы его делим напополам. И вот смотрим. Видите, тоже как отработало. Ну, давайте на четверке, на четырехчасовые свечи переключимся. И вот сразу видно. Вот на открытии. Видите? Кстати, здесь опять-таки получился лайфхак. Посмотрите. На четырехчасовых свечах мы практически чуть-чуть только прошпилили их. И пошли вниз, и отработали разворотную линию дня. Опять откатили. И дальше пошли вниз, отработали линии. А еще ниже находится волшебный индикатор, до которого мы не дошли. То есть пришли, чтобы тестировать его. И опять пошли вверх. И опять прошли выше недельной разворотной линии. И сейчас опять откатили к ней, пришли, протестировали ее. То есть все отрабатывается. Я повторюсь, если непонятно, видите, смотрите лайфхак. Индикатор лайфхак. Это денежный индикатор я вам показывала. Посмотрите еще раз. И что непонятно, я говорю сразу. Проводите такую линию и вот такую. Делите оба канала. Один поделили пополам. Разделили и второй разделили. Обозначили середину канала. И все, и работайте спокойно. Вот. Это получился тоже лайфхак. Потому что смотрите на днях, что нам показал. На днях видите? Вот. Аж куда. То есть такой получился пробой. А если мы переключаем на четверки, такого пробоя не было вот этой вот линии. То есть это своего рода тоже как и дивергенция получилась. И давайте посмотрим на сегодня. Какие ожидания у нас на сегодня. Ну что ж, пятнашки нам показывают, что мы тестируем волшебный индикатор. Пришли сегодня на открытие. Вот практически дошли до разворотной линии недели. И здесь же разворотная линия дня находится. И чуть ниже тоже находится вот линия трендовая, которую проводили 103-626. Вполне возможно, что мы придем еще раз ее протестируем. Но пока что мы находимся выше. Давайте проверим минутки, чтобы увидеть. Ну, а мы находимся ниже. И вот между, на минутках 104-0.43 цена. И вот здесь 103-867. Вот находимся между двух таких уровней. И пока вот тестируем вот этот нижний уровень. Вот пробьемся. Пока находимся ниже волшебного индикатора. Все предпосылки. И вот мы пробили пустоту. Тоже откатили. И дальше, возможно, будем двигаться вниз. Еще раз протестировать вот недельную линию. Разворот она находится на уровне 103-736. И, возможно, пойдем дальше вниз. Все-таки, чтобы протестировать еще раз вот эту линию. Возможно. Но, возможно, и нет. Отсюда вверх. Если вверх, то, опять-таки, вот цель вверху, середина канала, который мы нарисовали. А это где-то 104-675. Где-то вот так. Все зависит от этого уровня. Смотрите. Все зависит от уровня. Даже здесь скажу так, что более сильнее разворотная линия недели, чем вот наш волшебный индикатор. Поэтому следите за разворотной линией. Видите, пока мы только ее как бы обозначили, даже не коснулись. И оттолкнулись от нее. Возможно, отсюда можем еще идти раз вверх. Вот сюда где-то. На 104-050. Где-то вот так вот. Прежде чем. Ну, либо вот в этом диапазоне. Пока что. Вот смотрите. Я вам дала уровни. Смотрите. Закрепление идет выше. Значит, можно становиться вверх. Пробьемся и закрепимся ниже разворотной линии недели 103-736. Значит, пойдем вниз. Вот такие ожидания. Вот так вот отработал рынок эту неделю. Ну что ж, сегодня пятница. Я желаю вам приятных выходных. Еще сегодня получить ураганного профита. Хорошего продуктивного дня. Приятных выходных. Радостных, солнечных, ярких, веселых. Радуйтесь жизни. Радуйте родных и близких. А я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Я всегда рада на них ответить. Всего-всего вам самого хорошего. Пока-пока. До следующих дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова